Вести Карачаева, Черкесия 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 Свою родину с оружием в руках защищали свыше 43 тысяч жителей нашей республики. Победа в битве за Кавказ стала стратегической и вдохнула уверенность в то, что враг будет повержен. Эта победа стала возможной благодаря единению всех народов Кавказа и всего Советского Союза. Такое же единение и сегодня демонстрируют военнослужащие российской армии, представители практически всех народов Северного Кавказа и Большой России, которые спустя десятилетия, как и их прадеды, снова воюют с проявлениями нацизма, доблестно, отважно и самоотверженно. Это доказательство того, что в России жива, живет и будет жить историческая память, и наш дух патриотизма не сломить. Члены общественной палаты Карачаева-Черкесии посетили ясельный корпус детсада номер 7 города Черкеска. Он был построен в прошлом году и рассчитан на 80 малышей. Здесь нашлись некоторые замечания к подрядчику по протекающей кровле. Ее починили, осталось убрать подтеки. Также проверяющие обратили внимание на необходимость установки на окнах специальных ограничителей для детской безопасности. В рамках мониторинга члены общественной палаты побывали в ясельном корпусе детского сада номер 35. В отличие от остальных, здание возводилось не по типовому проекту. Никаких замечаний к качеству строительных работ нет. Напомним, в прошлом году в Черкесске были введены в эксплуатацию ясельные корпуса к шести детским садам на 480 мест. Строительство велось в рамках реализации нацпроекта «Демография». Члены общественной палаты Республики также проверили ход строительства школы искусств в Черкесске. «В первую очередь нас волнует исполнение сроков, а также в полном ли объеме получены федеральные и региональные средства», рассказала председатель общественной палаты Республики Елена Лешова. Строительство школы искусств в Черкесске было начато в прошлом году в рамках нацпроекта «Культура». Работы идут с опережением графика. Планируется, что уже в сентябре учреждение возобновит работу. В обновленной школе искусств, в частности, появятся звукозаписывающая студия, залы для хореографических постановок, операторская, многофункциональный зал, классы для индивидуальных занятий, современный актовый зал на 182 посадочных места и с сцены. Об этом рассказывает начальник отдела капитального строительства и ремонта мэрии Черкеска Равиль Тикеев. В мэрии города Черкеска учтены все особенности и потребности учеников, желающих заниматься музыкальным творчеством, искусством. И при проектировании данной школы были учтены все пожелания, а также архитектурный вид здания, чтобы сочетался к современному стилю. Представители инспекции строительного надзора Минстроительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаева-Черкесии совместно с сотрудниками филиала Россети Северный Кавказ, Карачаева-Черкеска Энерго и подрядной организации проверили ход реконструкции самой высокогорной в республике линии электропередачи. Энергообъект, протяженность которого составляет почти 26 километров, проходит по территории Карачаевского и Малокарачаевского районов республики по высокогорному плато Бечесын и Худесскому ущелью. Перепад высот, на которых проводятся работы, варьируется от 1248 до 2320 метров над уровнем моря. В ходе реконструкции все деревянные опоры заменяются на металлические. Почти в два раза увеличивается сечение провода. Это позволит улучшить пропускную способность ЛЭП и обеспечит резервное электроснабжение для потребителей пяти высокогорных населенных пунктов Кубанского ущелья республики. Несмотря на то, что работы проводятся в сложных условиях высокогорья, из-за отсутствия подъездных дорог и перепадов высоты, реконструкция энергообъекта ведется интенсивными темпами. Для комфорта потребителей в Карачаево-Черкесии продолжает работать горячая линия по вопросам ценообразования. Республиканский Минпром уделяет особое внимание ценообразованию в магазинах Карачаево-Черкесии, регулярно проводя мониторинг цен на продукты первой необходимости, в число которых входит несколько десятков товарных позиций. Об этом сообщил руководитель Департамента потребительского рынка услуг и лицензирования Министерства промышленности и энергетики Карачаево-Черкесии Арсен Гутякулов. Рабочая группа занимается мониторингом, то есть еженедельно мониторинг во всех районах, со всех районов, со всех городов принимается информация, сводится нашим министерствам и сводная информация направляется в прокуратуру для дальнейших действий выявления необоснованного повышения цен. По всем фактам нарушения по необоснованным завышенным ценам на социально-назначные товары, то есть можете обратиться в наше министерство промышленно-сенецкие транспорта по номеру телефона 28-3-28. За первое полугодие курорты Карачаево-Черкесии посетили более 1 миллиона 200 тысяч человек, что на 80 тысяч больше прошлогодних показателей. Традиционно популярными направлениями среди гостей республики остаются курорты Дамбай и Архыс. Их посетили 485 и 564 тысячи отдыхающих, соответственно, а также комплекс Медовой водопады. Это направление предпочли 190 тысяч туристов. При стабильном функционировании курортов республики эксперты прогнозируют увеличение турпотока к концу года до отметки в 1 миллион 900 тысяч человек. При этом за прошлый год Карачаево-Черкесию посетило более 1 миллиона 700 тысяч туристов. Налоговые органы Карачаево-Черкесии приступили к приему специальных деклараций в рамках четвертого этапа добровольного декларирования физическими лицами активов и счетов в банках, предоставляемых налогоплательщиками в соответствии с федеральными законами. Комментирует информацию официальный представитель Управления Федеральной налоговой службы России по Карачаево-Черкесии Татьяна Мамхягова. Управление Федеральной налоговой службы по Карачаево-Черкесской республике информирует вас о проведении четвертого этапа амнистии капиталов. До 28 февраля 2023 года физические лица имеют возможность сообщить о своих счетах и вкладах в заграничных банках, о ценных бумагах, долях участия в иностранных организациях, а также о контролируемых иностранных компаниях. В рамках четвертого этапа могут быть задекларированы и другие финансовые активы, например, производные и финансовые инструменты. Также физические лица вправе задекларировать наличные деньги при условии, что они будут размещены на счетах в российских банках в течение 30 дней со дня представления декларации. При декларировании транспортных средств указываются сведения об их перерегистрации в соответствующих государственных реестрах Российской Федерации. В рамках четвертого этапа добровольного декларирования сохраняются гарантии освобождения декларанта или лица, информация о котором содержится в специальной декларации, от уголовной, административной и налоговой ответственности при условии зачисления денежных средств и финансовых активов на счета в российские банки и организации финансового рынка. В Малом зале Дома правительства состоялось торжественное вручение медалей «90 лет создания в СССР всесоюзного физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне». В мероприятии принял участие министр физкультуры и спорта Крачево-Черкесии Рашид Узденов. Благодарственные письма и медали были вручены лицам, внесшим значительный вклад в возрождение и реализацию комплекса ГТО в нашей республике. Всего с момента внедрения ГТО на территории республики приняли участие в выполнении нормативов более 19 тысяч человек. Уже год в России работает президентский фонд культурных инициатив, который стал новым институтом поддержки творческих и креативных команд. При поддержке фонда уже реализовано почти 3 тысячи творческих проектов. Заявки на участие в грантовом конкурсе подавали жители республики. Из них в этом году поддержку получили 4 проекта. К слову, участвовать в конкурсе могут не только некоммерческие организации, но и индивидуальные предприниматели и негосударственные учреждения культуры. Информацию комментирует министр культуры Карачаева-Черкесия Зора Пагирбов. Это огромный импульс, мощнейший к развитию культуры, потому что здесь тоже важна конкуренция, здесь тоже важны новые идеи. Ну а фонд для того и создавался, чтобы тем, у кого такие идеи есть, но раньше не хватало ресурса, не было возможности в какой-то организации, может быть, работать, предложить свое ведение развития культуры и сделать конкретный проект. Это серьезные суммы, некоторые гранты в несколько миллионов рублей. И я думаю, что уже в этом году, в год столетия, прошлогодние наши проекты будут реализовываться, мы будем видеть их результаты, новые проекты сейчас будут тоже набирать обороты. И в принципе, это та самая цель, которую государство преследовало, чтобы не только госучреждения, стабильно, условно говоря, по расписанию делали свои концерты или выставки, а чтобы что-то яркое, необычное, авторское появлялось на культурном небосводе. Лучшие творческие силы Карачаева-Черкесии готовятся к празднованию столетия нашей республики. Государственный ансамбль танца Карачаева-Черкесия «Эльбрус» готовит особую программу, которая в сентябре будет представлена на главной сцене страны в Кремлевском дворце. Об этом рассказывает художественный руководитель ансамбля Исмаил Б. Рамкулов. Брали хореографическую композицию под названием «Под Эльбрусом». Большой массовый. У нас номер есть, сюита танцевальная. Карачаевский народный танец «Обезык». Это у нас самые ударные номера. Это визитные карточки нашей республики. Фестиваль воздушных шаров, который посетят более 100 тысяч зрителей, планируется провести в Карачаево-Черкесии в рамках празднования столетия региона. Об этом и других мероприятиях, которые пройдут в этом году, сообщил министр туризма и курортов Карачаева-Черкесии Расул Тикеев. Мы основной упор делаем на событийный туризм, проведение мероприятий, посвященных столетию. Мы планируем проведение таких мероприятий, как фестиваль воздушных шаров на территории региона, место, время на сегодняшний день в проработке. Также планируем большой фестиваль северокавказской кухни под наименованием «Кунак», где будут представлены все кухни народов Кавказа, будут проведены гастрономические шоу и ряд других мероприятий. И вот буквально мы, кстати, недавно, обращаясь к радиослушателям, прошу всех принять участие в конкурсе граффити. По дороге на курорты, в частности Архыз, есть у нас опорные стены, так называемые, где будут нанесены лучшие отобранные рисунки мастерами граффити, что, конечно, придаст приятные впечатления нахождения на территории. Впервые всероссийский конкурс молодежных проектов в 2022 году пройдет в Карачаево-Черкесии на базе высококорного форума «Махар». Об этом рассказывает министр по делам молодежи республики Ибрагим Татаркулов. Данное форумное мероприятие на территории Карачаева-Черкесии проводится уже не в первый раз. Но в этом году совместно с Карачаево-Черкесским государственным университетом Министерством по делам молодежи Карачаева-Черкесии будет вестись активная работа по улучшению материально-технической базы, лагеря, на которой будет организовано и проведено форумное мероприятие. А также в настоящее время ведется работа с Федеральным агентством по делам молодежи по определению номинаций, в рамках которых жители Карачаева-Черкесии и других субъектов Северказского федерального округа могут представить свои инициативы. В рамках проекта «Открываем Россию заново» студенты Высшей школы экономики провели исследования, направленные на изучение локальной идентичности и молодежной политики. В рамках проекта студенты уже работали с Челябинском и Псковом в этом году. Итоговые результаты, в частности рекомендации в сфере молодежной политики, будут переданы представителям органов госвласти. На данный момент результаты обрабатываются посредством исследовательских методик и уже в сентябре-октябре планируется их презентация перед широкой общественностью посредством форумов. Благотворительный фонд «Доброгорец» с проектом «Зорка. Одно лишь сердце» создание волонтерского корпуса Республиканской библиотеки для незрячих и слабовидящих стал победителем грантового конкурса Российского фонда культуры. В реализации проекта примут участие работники и пользователи библиотеки, волонтеры регионального центра серебряного волонтерства Карачаева-Черкесии, созданного на базе благотворительного фонда «Доброгорец», волонтеры культуры, а также все желающие добровольцы. В рамках проекта будет реализована программа и обучены волонтеры в работе с незрячими и слабовидящими людьми, библиотечному обслуживанию читателей, работе с фондом и справочно-библиографическим аппаратом и т.д. В Челябинске прошел финал 11-летней спартакиады учащихся России среди юношей и девушек до 18 лет. Наши спортсмены показали достойный результат. Снежана Сухина пробилась в финальную часть соревнований в толкании ядра и метании диска. Виталий Третьяков в упорной борьбе установил личный рекорд и занял четвертое место в беге на 200 метров. Эдуард Горбузов стал серебряным призером в беге на 400 метров с барьерами. Награждал победителей призеров олимпийский чемпион в беге на 800 метров Юрий Барзаковский. Это все главные новости Карачаева-Черкесии. К этому часу с ними познакомила Руфина Ковалева. Реклама Индустриальный технологический колледж продолжает набор выпускников 9-11 классов. Бесплатное обучение, поступление без дачи ОГЭ и ЕГЭ, стипендия, общежития, отсрочка от армии, с получением профессии, техники грузовых и легковых автомобилей, автогридерист, экскаваторщик, электромонтажник, сварочное производство, моделирование швейных изделий, парикмахер, мастер по обработке цифровой информации. Хотите зарабатывать достойно? Звоните, пишите, приходите. Количество мест ограничено. Индустриально-технологический колледж. Улица Октябрьская, 56. Телефон 21-17-25. Мы растим профессионалов. Стань успешным и ты. Продолжение следует... Вы слушали Радио России, Карачаева, Черкесия. До новых встреч!